МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На медовый спас приходят все округа и село Малоскоредное. В Арамашевском районе гуляет свой главный праздник. С незапамятных времен здесь живут пасечники, а в каждом третьем дворе держат пчел. Традиционный праздник, который проводится у нас на территории, это первый медовый спас. Когда-то его называли и пчелиным, и маковым, и маковеем. Но для нас он дошел как медовый. Почему? Потому что наша территория богата медовиками. Больше тысячи семей у нас личных пособных хозяйств содержат для себя и изготовляют продукцию пчеловодства. Но так случилось, что из всех дворов только Скрипкины держатся на медовом плаву и считают это любимым делом. И бизнесом всей семьи. Именно к ним за пчелиным нектаром ведет молва. Каша медовая, сваренная на основе кукурузной крупы с молоком домашним, деревенским. И заправлена медком. А медок вы когда кладете? Вот просто. Вот уже в конце. Потому что в горячую кашу положишь медок, он уже свои лечебные свойства все потеряет. И кажется, все в округе только и делают, что употребляют мед. Мед многим полезен. Ну, кстати, им можно лечить ангину. И он от многих простуды помогает. Мед полезен, конечно, детям. И дети не так болеют. У него много витамин. Что хорошего в меде есть? Какие в нем полезные вещества? Кто знает? Ой, да как же в меде? Меде же это самолечебное. Самолечебное. Как заболели, так мед кушаем. Вот что в нем есть-то такого, что он полезный? Ну, что полезное, я не знаю, что полезное в нем. Девчонки, что в меде полезное? Таня, ой, Катя, что в меде полезное? Вот мед кушаем. Все, ой, заболели, мед видим сразу. В меде? Да. Ну, как бы, я не знаю. В сложнейшем химическом составе деликатесного лекарства от 300 до 400 биологически активных соединений. Но лишь около ста есть постоянно. Самая главная часть любого, без исключения меда, углеводы, фруктоза и глюкоза. А еще в натурпродукте много минеральных веществ. Примерно 40 элементов. Больше всего калия и фосфора. Содержатся и ферменты, аминокислоты, алкалоиды и витамины. Не секрет, это не для кого, что мед, он, во-первых, очень полезен для здоровья. Во-вторых, в Аромашевском районе у нас достаточно большое количество пасек. Люди занимаются этим, занимаются профессионально. Есть династии, которые из поколения в поколение этим занимаются. Медовые культуры в массы сегодня несут немногие. Часть населения пчел держат для себя, а скрипкины для всех. Совхоз в Тимирязевске держал три пасеки. То есть вот эта династия работала. Федор Федорович, это старейший на династии. Он руководил этой структурой при совхозе Тимирязевске. И вот с того времени как-то... Совхоз распался, а они сплотились. Федор Федорович, сейчас ему 81 год, стал ведущей скрипкой в Большом семейном оркестре. Он буквально жил на пасеке, изучал пчеловодство и прививал любовь к меду детям. Заслуг у него много. Не раз получал золотые награды в ДНХ. Когда пчел развел, посмотрел две семьи, а там меду. За что их любят? За трудолюбие. У них полные улья. Я с двух ульям накачал почти флягу меда. И с того пошло, пошло. Через три года у меня уже стало 15 семей. Выучил литературу. Эту отрасль сельского хозяйства нельзя назвать легкой. Пчелы плохо переносят холодную погоду. Часто могут болеть, а неурожайные годы наводят уныние. Но Федор Скрипкин не отчаивался никогда. Много учился и работал. Трудился как пчела. Посылали меня за пчелами. Я раза три ездил для всей области. По 300, по 400 семей привозил в область. Лет пять я ездил. А потом ездить перестал. Далеко же ездить. Развели своих пчел. И стали продавать по 300, по 400 пакетов. Даже самолет прилетал на огород, садился. Мы уже сейчас продаем. Уже не надо нам ездить. Наоборот, снабжаем пчелами всю Тюменскую область. Почти что. Несмотря на почтенный возраст, самый главный пасечник и сейчас в пределе. Скромно держит пчел прямо в огороде. За ним выращивает фацелию. Мечтает засеять медоносным цветком все вокруг. Когда был совхозным пчеловодом, с Краснодару привез и развел. Очень много, по 200 фляг, медом издавали. Фацелия пахнет и дает 4 центера с гектара. Но 2017 год преподнес сюрпризы. Если раньше в июле уже качали мед для себя, то нынче не получилось. У Скрипкиных сейчас два вида пчел. Среднерусские, устойчивые к зиме, и карпатские. Всего 300 семей. Это большие объемы. Живут они все в лесу. Занимается ими сын Владимир Федорович. Работы на пасеке всегда хватает. В июле с дымящейся коробкой наперевес спешит к своим пчелам. Они, конечно, труженицы, но дополнительные толчки к работе – необходимость. Дымокур для того, чтобы пчелы, это как инстинкт у них по природе, когда они дым учуют, как раньше было, в дуплах же они жили, и они как бы бросают всю работу, начинают набирать в зобики мед. Кажется, что пчеловод как дрессировщик тормошит ульи, а пчелы его узнают и не кусают. Качать будем не скоро. Еще только третий день у нас привес по килограмму. Видите, рамочки еще без меда. Каждый день Владимир Скрипкин объезжает свои владения. На каждом участке в глухом лесу держит не больше 60 ульев. Старается развозить их на расстояние по 5 километров. Чем меньше пчел рядом, тем выше урожай. По 60 килограмм вот с такой семьи меда товарного. В 8 лет у Вовы Скрипкина уже был свой улей. В Аромашевском районе исторически сложились хорошие условия именно для этого вида сельского хозяйства. Здесь разнотравья, медоносные цветы все лето. Каждое растение отдает свой нектар в определенное время. Одни утром, другие вечером, третьи, когда жарко или влажно. В районе с точки зрения экологии просто идеальные места для пчеловодства. Бескрайние просторы, десятки, если не сотни цветущих трав и вокруг никаких производств. Этой пасеке уже почти полвека. Владимиру Федоровичу в момент ее обустройства было всего 6 лет. Он хорошо помнит, что пчел здесь развели как побочный продукт растениеводства для опыления клевера, который выращивали на соседних полях. Клевер, он труднопыляемый. И привозили кавказские пчелы. И я постоянно за отцом. С отцом, с отцом. И вот агроном был за рулем, мы вот сюда заехали, понравилось это место на сегодняшний день. И я с отцом, как отец, потом привез пчел. Я с ним, с ним, с ним. Школу не особо любил заниматься. Праг даже прогуливал все с отцом. И пчелы, и привык к пчелам. Каждый август с тех пор самый желанный месяц. Вложенные за год труды оборачиваются медагоном. Вот у нас улей на весах стоит. Контрольный. Я сейчас смотрю, уже у нас улей спошел. Значит, в природе уже взятка мало. 12 августа у нас. Уже меньше килограмма привеса. Смысла нет магазина. Снимаем магазины. У медовиков своя арифметика. Они четко понимают, когда нужно мед у пчелок забирать и сколько им оставить на зиму. Пчелы у меня тут в лесу. Средняя русская порода очень злобливые. Я с ними стараюсь работать осторожно. Но с ними работать легче. Они дыму боятся. Вот у нас рамочки. Рамочки уже на 70% запечатанные. Мед зрелый. Даже если что-то и не запечатано, привеса уже мало. А переработали его за ночь. Все мы так стрясаем. Это вот брат мне сметает челок. И все это быстренько удаляем челок. Все оборудование для сбора возят с собой. На пасеке удобнее мед добывать. Схема отлажена десятилетиями. Нынешний год неудачный для пчеловодства. Как вы ранее сказали, не сладкое лето. Но все равно. Вот срезаем рамочки. Это забрусованные рамочки. Запечатаны. Они приготовили на зиму, конечно, это для пчел. Мед зрелый. Видите, густой. Даже нож холодный даже не идет. Поэтому горячую воду и греем. Ножи у нас уже обточенные, тоненькие. Они заводские, толстые. Уже модернизировал у меня брат. Для срезки воска они должны быть горячие и острые. Как у самураев. Толщина каждого 2 мм. Кто-то скребелкой снимает. Ну, скребелкой это очень долго. У меня рамочки ровненькие. Все стандартненько. Все они подходят. Видите, они сейчас толстые. Вот, допустим, грузточки. Это и все срезаем. Чтобы ровно было. Для постоянного разогрева воды на пасеке тоже давно все оборудовано. Владимир с братом сразу развели костер. Натаскали воды из местного колодца. Так целый день у них под рукой кипяток. Так. Подогреем. Сбор меда вкусное и аппетитное зрелище. А вся срезка тоже пойдет в работу. Это все отстоится. Это пойдет на воск. За брус. А это все отстоится. Это все у нас нержавейки сделаны. Все чистенько. Вот кран потом сольем. И так же он пойдет в продукцию. Вот этот самый ценный мед, где пчелы вот это вот, в это место, перед забрусом, они самые качественные мед закладывают. Процесс трудоемкий. Братья Скрипкины вспоминают, что раньше норма для них была по 10 фляг в день. В каждой по 3-4 ведра. Но сейчас сложно собирать такими объемами. Вот она рамочка, новая рамочка. Видите, мы сами заготовочки делаем. Это вот проволочку натягиваем. И на проволочку крепится ващина. Эта ващина, вот этот воск потом сдаем на завод. И выдавливают. Вот видите рисунок какой. В природе, в дупле, допустим, никто им ни ващину не ставит, ни какие рамочки не ставит. Они сами. Качество меда определяют по многим критериям. Например, чтобы начать собирать его, рамки должны быть запечатаны. Иначе природный деликатес считается незрелым, и мед будет жидким и менее целебным. Мед состоит из нектара. Нектар собирают пчелы. Больше 30% влаги. Они влагу выпаривают. Пока они не выпарят влагу, они ее не запечатывают. Почему незрелый мед? А когда уже выпарится влага, вся тут система меделия, тут все в меде есть, все витамины, все это. Микроэлементы? Конечно, все тут в меде есть. Хороший мед густоват. Процесс откачки – это центрифуга для рамок. В такой карусели и добывают продукт. Мелкие липкие паутинки разбрызгиваются на края. Кажется, что делается сладкая вата. Затем по стенам золотая жидкость стекает вниз. Вот пошел товарный мед. Видите, сито с нержавейки, редненькое, чтобы не про какие-то частицы попадают. Где-то мертвая пчелка, где-то что-то. Вот он пошел мед. Видите, мед должен складываться. Видите, он как лестненький складывается. И тянется, видите, как тянется, не рвется ниточка. Вот с коронакапает. Видите, капляка. Последние три года у пчеловодов не урожай. И вроде поля полны медоносной травы, а нектара пчелы добывают мало. Такой мед дешево стоить не будет, объясняют Скрипкины. Мед нынче хоть мало, но очень хороший, потому что нектара. Гарко было, дождей мало. Мед хороший, густой, как мармелад. Первые собранные баночки разлетятся по друзьям и знакомым. На мед Скрипкиных в августе очередь. А после оставшийся урожай еще нужно постараться продать. С осени по весну они будут заниматься с бытом, и это тоже нелегкое ремесло. Конкуренция в области большая. Но положив руку на сердце, пчеловоды с грустью говорят. Кругом на ярмарках продают медовые подделки, сбивают цену. Поэтому натурального и хорошего меда теперь найти днем с огнем. Но за свой аромашевский они всегда спокойны. Самый настоящий натур-продукт. Субтитры подогнал «Симон»!